Решим очередную задачу типа B5 из ЕГЭ по математике. Площадь параллелограмма ABCD равна 6. Найдите площадь параллелограмма A1B1C1D1, вершинами которого являются середины сторон данного параллелограмма. Давайте соединим середины сторон данного параллелограмма. Вот таким образом. И рассмотрим треугольники, на которые у нас диагонали данного зеленого параллелограмма разбивают наш параллелограмм. Для начала надо доказать, что все эти 8 треугольников, которые в итоге получились у нас, то есть 4 зеленых и 4 синих, имеют равные площади. Как нам это доказать? Давайте покажем это. Предположим, это точка O. Пересечение диагонали зеленого параллелограмма это точка O. И рассмотрим прямые C1A1 и CB. Докажем, что они параллельны. А значит и C1A1 параллельно AD. То есть докажем, что C1A1 параллельно боковым сторонам параллелограмма. Как это доказать? Во-первых, A1B является половиной AB. А C1C является половиной DC. А половинки равных сторон AB равно DC, так как это параллелограмм. А половинки равных сторон равны друг другу. Получается у нас, давайте это запишем, то есть у нас получается, что A1B равно C1C. Кроме того, эти отрезки лежат на противоположных сторонах нашего параллелограмма, а значит они параллельны. То есть кроме того, A1B параллельно C1C. Таким образом, данный четырехугольник получен A1BCC1. То есть запишем A1BCC1. Это параллелограмм. Аналогично, да, получается, что A1C1D из тех же самых соображений тоже параллелограмм. Давайте тоже это запишем. То есть аналогично доказывается, что A1C1D параллелограмм. И точно так же A, B, B1D1 тоже параллелограмм. Давайте тоже запишем. То есть A, B, B1D1 и D1B1C1D. D1B1C1D это тоже параллелограммы. То есть это все параллелограммы. Далее, откуда следует, что мы с вами получаем, что вот эти отрезки, то есть получается A1B равно C1C и эти отрезки равны OB1. Давайте тоже отметим это. То есть вот эти отрезки равны. Вот эти отрезки равны. Почему эти отрезки равны? Почему? Потому что они... Это отрезки параллельных прямых, которые заключены между параллельными прямыми. То есть отрезки прямых заключенных. Давайте запишем. То есть отрезки А1, В равно ОБ1, ну и равно С1С. С1С. И аналогично мы с вами имеем вот с этой стороны у второго параллограмма, что АА1 из тех же соображений равно Д1О и равно ДС1. То есть здесь мы запишем только Д1О. Нам этого будет достаточно. И равно Д1О. В принципе можно было это доказать по-другому, но не важно. Сейчас уже так. Так, идем дальше. Теперь аналогично доказывается, тоже это запишем отдельно, что у нас вот с этой стороны, да, вот эти А1Д1 равно А1О и равно ББ1. Ну и естественно равны Д1ДОЦ1 и Б1С. То есть тоже это запишем. То есть АД1 равно А1О и равно ОЦ1. ОЦ1. Ну и еще с правой стороны давайте возьмем какой-нибудь, например, ББ1. Таким образом у нас получились тоже как отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными прямыми. Далее. А теперь нам осталось только рассмотреть вот эти параллелограммы. То есть у нас получилось 4 равных параллелограмма. То есть А1ОД1, ну давайте я вам его покажу. То есть вот этот вот первый параллелограмм, вот этот второй параллелограмм, третий и четвертый. То есть 4 равных параллелограммы мы получили. А диагонали параллелограмма делят площадь пополам. Делят площадь пополам. То есть получается, что площади всех этих треугольников равны друг другу. Площади всех треугольников равны друг другу. Давайте тоже это покажем. То есть мы, давайте запишем так. То есть площадь первого треугольника равна площади второго. Площадь второго равна, да, поскольку это равные параллелограммы, Значит, и здесь диагональ тоже делит этот параллелограмм на треугольники равной площади. То у нас получается, эта площадь равна второго треугольничка, равна площади третьего, равна площади четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого треугольников. То есть, все эти площади равны друг другу. Сколько получилось равных площадей? Получилось восемь равновеликих треугольников. То есть, таким образом мы получили восемь равновеликих треугольников. То есть, восемь треугольников равной площади. А отсюда следует, то есть, площадь нашего всего параллелограмма общего первоначального, то есть, площадь параллелограмма ABCD равна восемь площадей вот этих треугольников. Ну, можем записать какой-нибудь, например, первый там, АА1Д1. То есть, восемь площадей треугольника какого? АА1Д1. Далее. Нам нужно найти площадь зеленого параллелограмма. Как мы видим, она состоит из площади четырех таких треугольников. То есть, давайте тоже это запишем. То есть, площадь наша, которую нам нужно найти, площадь параллелограмма А1, В1, С1, Д1 состоит из четырех площадей таких треугольничков. Треугольника АА1Д1. Поскольку они все равны, я также запишу площадь первого. То есть, отсюда следует, что площадь нашего зеленого параллелограмма составляет четыре площади, а площадь всего восемь площадей треугольников. То есть, получается в два раза меньше. То есть, получается, это значит, что мы должны поделить площадь параллелограмма А, В, С, Д пополам. Почему? Потому что четыре площади в два раза меньше, чем восемь. Восемь площадей. Теперь подставляем. Подставляем. Что мы подставляем? Площадь наша была равна шести. Мы делим пополам. Получаем три. Три квадратных каких-то единицы. То есть, в ответ мы должны записать число три. Давайте запишем число три в ответ. Ответ. Три. Задача решена. Продолжение следует. -